МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У него рекламное агентство. Для своего бизнеса он выбрал упрощенную систему налогообложения. В большинстве своем она применяется индивидуальными предпринимателями и бизнесменами, имеющими отношение к малому бизнесу. Упрощенка была выбрана, потому что это самая простая система налогообложения. С чего начинать было непонятно, как все это делается непонятно. Проблем куча, надо найти офис, надо понять, как организовать работу. Вот. И самый простой способ посчитать свои налоги – это была упрощенка. Тем более, что бухгалтеров в штат мы еще не могли тогда принять. Ну, то есть у нас было буквально два человека – я и мой друг. Для того, чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения, компании следует подать в налоговый орган заявление о переходе на УСН. Налогоплательщики переходят на упрощенку с начала года, поэтому заявление необходимо успеть подать до 31 декабря предыдущего года. Применять УСН Егор решил сразу. Он подал заявление о переходе на УСН в пятидневный срок с момента регистрации своей компании. Такое исключение для вновь созданных организаций вполне законно. Важно помнить, что подача заявления – процедура обязательная, ведь налоговый орган должен узнать о применении налогоплательщикам упрощенной системы налогообложения. Значит, сейчас мы планируем перейти на систему доходы минус расходы. Это уже немножко другая система налогообложения. То есть, получается, мы будем платить, грубо говоря, 15% от прибыли. Все, что мы заработали, минус все, что мы отдали. И вот из этой прибыли 15% – это наши налоги. Специфика наших услуг – это конфлютация. То есть, стоимость контракта – это целиком наша прибыль. Все деньги, которые нам перечислили, мы могли оставить себе. Бизнес стал развиваться. Мы набрали персонал, и у нас стали появляться расходы. 15% от доходов становится выгоднее. Мы даже посчитали конкретно, с какого порога для нас. Это порог, когда прибыль становится менее 40% от стоимости контракта. А прибыль, доля прибыли уменьшается в связи с тем, что мы расширяем бизнес. То есть, мы набираем людей. Мы должны платить зарплату. Мы передаем работу на суд подряд. И таким образом, доля расходов увеличивается в состоянии контракта. Если раньше мы могли все забрать себе, то теперь мы значительную часть раздаем подрядчикам. И таким образом, как только прибыль становится менее 40%, нам выгоднее отдать 15% от прибыли, чем 6% от всей стоимости контракта. Вот, то есть, тут такая достаточно простая математика. Когда налогоплательщик подает заявление о переходе на ОСН, он должен оценить все критерии. Если доходы организации за последние 9 месяцев не превысили 45 миллионов рублей, она имеет право осуществить переход на ОСН. Если численность работников предпринимателя или организации за налоговый период превысила 100 человек, он не имеет права использовать ОСН. Если остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов организации превышает 100 миллионов рублей, компания не имеет права переходить на ОСН. Если доля иных организаций составляет более 25%, компания не имеет права переходить на режим ОСН. Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, не уплачивает налог на доходы физических лиц со своих доходов, должны ли удерживать и уплачивать в бюджет налог на доходы своих работников? Применение упрощенной системы налогообложения освобождает налогоплательщиков от уплаты некоторых налогов. Как я уже говорила, организации не уплачивают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество. Индивидуальный предприниматель также не уплачивает налог на добавленную стоимость, налог на имущество. и налог на доходы физических лиц, полученных с предпринимательской деятельности. А вот налог на доходы физических лиц с доходов, уплаченных работникам, они должны удержать и уплатить в бюджет. То есть с зарплаты сотрудника, которая работает у предпринимателя или организации, которая работает по упрощенной системе налогообложения, удерживается также 13% и уплачивается в бюджет. Индивидуальный предприниматель является налоговым агентом. Заработные платы удерживают подоходный налог и перечисляют бюджет. Одним из факторов, влияющих на применение упрощенной системы, является уплата предпринимателями страховых взносов на обязательно пенсионное страхование. Вот здесь как? То есть с налогом на доходы понятно, а вот как учитываются и учитываются ли взносы на пенсию? Ну, опять-таки, в этом случае все зависит от того, какой объект налогообложения, что является объектом налогообложения, или доходы, или доходы, уменьшенные на величину расходов. В том случае, если налогоплательщик... Вот если мы платим 6% с доходов. Да, если налогоплательщик платит 6% с доходов, то на сумму уплаченных страховых взносов в пределах исчисленных в отчетном или в налоговом периоде сумма налогов уменьшается. И в данном случае уменьшение может производиться не более чем на 50%. А в том случае, если индивидуальные предприниматели выбрали в качестве объекта налогообложения доходы, но при этом у них нет работников, то в данном случае индивидуальный предприниматель сумму исчисленного налога может уменьшить на всю сумму страховых взносов, уплаченных в фиксированном размере в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. То есть в данном случае ограничений в 50% нет. А если же налогоплательщик применяет объект налогообложения доходы, уменьшенный на величину расходов, то в данном случае сумма страховых взносов, уплаченные в фонды, она учитывается в расходах до исчисления суммы налога. То есть получается, мы сажаем это на расходы, да? То есть из доходов уже учитываем вот это страховое пенсионное отчисление? До исчисления суммы налога. Елена Токилина, а как и в какие сроки уплачивается налог при применении упрощенной системы налогообложения? Ну, при применении упрощенной системы налогообложения, хоть налоговая декларация сдается раз в квартал, но тем не менее налогоплательщики должны уплачивать авансовые платежи ежеквартально. Как я уже говорила, они ведут книгу учета доходов и расходов. То есть исходя из фактически полученных доходов или исходя из фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, они исчисляют налоговую базу и уплачивают авансовые платежи ежеквартально, не позднее 25 числа, следующего за истекшим отчетным периодом. Как обычно, они определяют примерную сумму своего дохода, да, то есть и в зависимости от объекта выбирают... Ну, даже не примерную, а фактическую сумму, потому что они ведут книгу учет доходов и расходов, уже по истечении квартала могут определить, какие у них получились доходы, какие расходы. При этом, как я говорила, они уже могут авансовые платежи уменьшать на сумму уплаченных страховых взносов, в отчетном периоде также могут уменьшать и исчислить сумму налога и оплачивать до 25 числа. А вообще, какие изменения претерпела система в последние годы? Что-то менялось кардинально или, может быть, все осталось так же? Ну, в принципе, все, что я говорила, я говорила уже с учетом изменений, произошедших с 1 января 2013 года. Таких глобальных изменений с 1 января 2014 года не произошло. Единственное, что предельная сумма доходов, она проиндексирована на коэффициент 1,67 тысячных. И сейчас для применения упрощенной системы налогообложения годовая сумма не может превышать 64 миллиона 20 тысяч рублей. То есть те налогоплательщики, которые применяют упрощенную систему налогообложения в 2014 году и хотят продолжить применять ее в 2015 году, ориентируются на сумму дохода 64 миллиона 20 тысяч рублей. Но еще есть такая особенность, у нас ведь упрощенная система налогообложения может применяться наряду с единым налогом на вмененный доход и с патентной системой налогообложения. Вот в том случае, если налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, применяют еще и единый налог на вмененный доход, осуществляют виды деятельности, которые у них на вмененном доходе, то в данном случае сумма дохода, полученная от деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход, в предельную сумму не включается. То есть это отдельно, да? Вот именно по этой упрощенной системе, если у него есть какой-то там, грубо говоря, магазин, который работает на упрощенке, там не должно быть больше 64 с копейками миллионов, да? Только по упрощенной системе налогообложения. А вот в том случае, если у нас ведь индивидуальный предприниматель, также может упрощенную систему налогообложения совмещать с патентной системой налогообложения, то в данном случае доходы, полученные от деятельности, подлежащие патентной системе налогообложения, включается в общую сумму дохода. Еще хочется обратить внимание на то, что организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть плательщиками единого налога на вмененный доход, могут уведомить налоговый орган и перейти на упрощенную систему налогообложения с того месяца, в котором прекращена их обязанность уплачивать единый налог на вмененный доход. То есть практически сразу, когда они перестали удовлетворять условиям, допустим, ЕНВД, со следующего месяца, с календарного. Нет, прямо с того месяца, в котором... Прямо с этого же месяца. То есть моментально ты применяешь упрощенную систему налогообложения. Где и как можно узнать подробности применения этой системы налогообложения? Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной налоговой службы России, а также в электронном сервисе «Создать свой бизнес», где доступно объясняется налогоплательщикам, какую систему налогообложения выбрать, как исчислять налоги, и в том числе и упрощенную систему налогообложения. Ельмира Тавкильна, огромное спасибо вам за интересную беседу, за очень полезные разъяснения. Я желаю успехов вам в вашей работе и до свидания. Спасибо большое. До свидания. Я напомню, на студии была начальник отдела налогообложения юридических лиц управления ФНС России по республике Татарстан Хамедульна Ельмира Тавкилина. На этом наша программа подошла к концу. Подробную информацию о всех интересующих вас вопросах вы можете найти на сайте www.nalog.ru. Не забывайте платить налоги вовремя. Мы со своей стороны делаем все, чтобы спорных вопросов было меньше, а наших практических советов больше. Вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответы, можете сдавать по телефону, указанному на экране. С вами был Денис Леонтьев. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok